Пятницу вечером в городе засияла праздничная иллюминация. Чтобы зажечь разноцветные снежинки на главной елке, на площади Венеба собрались более тысячи горожан с детьми. Веселые гномы, сказочные персонажи, а также юные участники танцевального ансамбля «Кукулечка», вокального ансамбля «Жемчужинки» и других детских коллективов создали праздничное настроение. По традиции к горожанам обратился мэр Янис Лашпризис. Я желаю, чтобы это умение создавать праздник себе и другим, всегда было и с маленькими, и с взрослыми, чтобы все вместе были за столом, пели хорошие песни, чтобы под елочкой был подарок и самому маленькому, и самому пожилому, и чтобы каждый почувствовал, что его любят. Но чтобы все это произошло, надо обязательно зажечь огни на елке. И вот огни вспыхнули, причем и на небе. Фейерверк стал сюрпризом для всех. По общему мнению, убранство и площади Венибаса, и улицы Ригас, и других мест стало интереснее и наряднее. Преобразился и домик гномиков. Он стал более сказочным, похожим на настоящую лесную избушку. Домик гномиков будет ежедневно ждать своих посетителей с 12 до 19 часов. А скоро начнут работать и полюбившиеся многим творческие мастерские. Ну вы уже, наверное, видели наших гномиков, которые тут постоянно живут, но через неделю к ним присоединятся те гномики, которые будут всех обучать своему мастерству, как делать подарки на Рождество, как украшать елочку и разные-разные хитрости, как правильно провести это праздничное время. Официально открылся и новый каток. Воспитанницы тренера Алисы Мешковской из детско-юношеской спортивной школы показали настоящий мастер-класс по фигурному катанию. Каток двое больше предыдущего. Лед не синтетический, а настоящий. И желающих покататься с каждым днем становится больше. В эти дни приятно просто прогуляться по улицам и паркам, увидеть работу художников города. Рождественские сюрпризы еще не закончились. Парк Дубровина тоже засияет огнями. А 14 декабря начнет работать в полную силу рождественская ярмарка.